1 апреля. Озеленяй. Господь Бог сделал всё для благополучия человека в Эдемском саду, за которым тот должен был ухаживать и который должен был беречь. Бытие 2.15. Теплица – это идеальный способ выращивания растений и овощей. Большая и маленькая теплица – полезная вещь. При суровых погодных условиях, снаружи, теплица защищает растения и овощи, поддерживая комфортную температуру. Обычно её стены и потолок сделаны из прозрачного материала, что позволяет солнечному свету проникать внутрь. Оптимальная система вентиляции – энергия света, а также углекислый газ активирует фотосинтез растений и генерирует тепло для поддерживания микроклимата, необходимого для роста растений. Есть ещё одна теплица, которая может иметь катастрофическое последствия для нашего существования – планета Земля. И если для роста растений углекислый газ хорош, то его избыточное количество может создать так называемый парниковый эффект на нашей планете. Исследования показывают, что это приводит к глобальному потеплению. А знаешь ли ты, что углекислый газ – это по большей части продукт человеческой деятельности? Он попадает в воздух с выхлопными газами автомобилей, выбросами мощных заводов, фабрики и других предприятий. Извержение вулкана – это один из его природных источников. Во время глобального потепления льды северного и южного полюсов тают, что приводит к росту уровня океана. Из-за отоплению прибрежных районов могут возникать более сильные штормы, циклоны, торнадо и другие катаклизмы. Глобальное потепление может разогревать большие объемы воды, вытесняя из нее кислород. Вследствие чего на дне океанов, морей и озер начинают расти нежелательные микроорганизмы. Эти анаэробные микробы производят ядовитые газы, которые могут погубить живые существа в воде и на суше. Как ответственные управители Божьего творения, давай будем поддерживать баланс нашей экосистемы и снизим глобальное потепление. Для этого мы можем сажать деревья и выращивать овощи. Одно дерево от человека в год может сыграть большую роль. Взрослые могут помочь в этом деле, если сведут к минимуму пользования автомобилем и предпримут другие энергосберегающие шаги. Выращивание растений полезно не только для окружающей среды. Для питания наше тело нуждается в растениях, фруктах и овощах. В конце концов, Божий изначальный замысел в Эдеме заключался в том, чтобы человек был не строго в вегетарианской, чтобы человек был настрого в вегетарианской диете. Наслаждайся зеленью каждый день. И если мы все примем участие в этом великом деле, то сможем также наслаждаться прекрасным воздухом, наполненным жизнью и чистым от загрязнений. Молитва. Дорогой Господь, помоги мне выполнить свою часть в заботе об окружающей среде и сделать этот мир здоровым местом для жизни. Аминь. Знаешь ли ты, что в Бразилии растет самое большое количество видов растений в мире? Там насчитывается больше 56 тысяч разновидностей. Растения и цветы растут не с собственной силой, не сами по себе, но потому что получают от Бога все необходимое для жизни. И растения, и ребенок растут благодаря тому, что получают из окружающей среды все необходимое для жизни. Воздух, солнечный свет и питание. Эти дары природы также нужны животным и растениям, как и Христос, нужен тем, кто на него уповает. Путь ко Христу, страница 68. Путь ко Христу, страница 68.